Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Давайте подведем итоги вчерашнего торгового дня, который изначально расценивался нами как очень значимый и важный для особенно британца, поскольку, собственно, главным фундаментом вчерашнего дня, даже исходя из ожиданий, было, конечно же, инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора, так называемой карты дорожной процедуры выхода Англии из состава Европейского Союза. Хотелось бы мне, конечно же, сейчас рассказать вам о каких-то интересных моментах, поделиться дельными суждениями, услышанными, опять же, со стороны Терезы Мэй, которые мы можем использовать, чтобы объяснить возможное поведение инструмента, определенное в будущем. Но такой возможности у меня нету, потому что сама Тереза Мэй, в принципе, ничего интересного не сказала. Да и вообще, что-то очень вяло прошел запуск этой статьи. Если говорить вообще про волатильность в рамках торгового дня, то по паре фунт-доллар, где, в принципе, мы могли увидеть серьезное движение. Про торговка составила чуть больше фигуры за один день, а до этого, когда мы получили новости о проведении референдума в Шотландии в конце 2018-го, начале 2019-го года, волатильность на самом деле по паре была гораздо выше. Ну, собственно, к фунту мы еще вернемся. Давайте не будем, скажем, забывать про те инструменты, которые у нас всегда стоят на старте. Это рынок нефти, прежде всего, и рубль. Клод вчерашнего дня по бренду 52-59. Сейчас, в принципе, актив далеко не ушел. Находится практически на тех же самых ценовых значениях. И можно сказать, что вчерашняя торговая сессия – это еще один день интереса к этому инструменту. Сейчас на текущий момент бренд и WTI торгуются практически на месячных минимумах 52-59. Это еще не страшная, скажем, котировка для медведей, поскольку, в принципе, от того уровня, на котором мы котировались несколько дней назад, инструмент не очень далеко ушел. Да и нефть давно уже характеризуется весьма подвижным, скажем, поведением, активностью в рамках очень короткого промежутка времени. Поэтому, как только на рынке появляется значительный скепсис, может быть, даже по факту прошлого фундамента, распродажи могут быть очень большими. Я напоминаю вам про последние две недели, когда в целом мы и увидели основное снижение нефтяного актива с начала этого года. То есть 10% практически были сделаны вниз, как пике, за несколько таких дней. Причины роста, которые мы наблюдали по бренду и WTI в рамках вчерашнего дня. На самом деле все те же. Рынок продолжает обсуждать идею с перебойми поставок из Ливии, за обыскновения, купирование работы нефтепроводов и риска для экспорта около 250 тысяч баррелей в сутки. Трейдеры продолжают обсуждать вероятность заключения пакта о продлении действия соглашения по ограничению добычи до конца 2017 года. Шансы на это, безусловно, есть. Мы об этой теме с вами говорили вчера, допустили то, что продлить-то продлят, но не факт то, что будут соблюдать. Потому что даже сейчас, казалось бы, в скромных пределах ограничения производства в рамках мировой экономики на 1,8 миллиона баррелей, мы видим реализацию не на 100% этого соглашения. Хотя цифры указывают на то, что к концу первого полугодия до 100% удастся добраться по выполнению обязательств. Но мне что-то в это не верится, потому что на текущий момент 93-94% и те регионы, которые должны были добавить к общему показателю эти недостающие 5-6%, они, скорее всего, уже не активизируются по ограничению добычи. Снова я делаю особый акцент на российскую экономику. Вчера вышел отчет по запасам нефти в США. Это официальные данные, официальная статистика, более объективная. Она обычно приводит в движение актив, поскольку является очень важным релизом. Это все-таки статистика американского происхождения, статистика, которая указывает на состояние показателей добычи нефти в Штатах и показатель запасов в целом. Ну, собственно, исходя из самой статистики. Так вот, запасы выросли. Плюс 0,86 миллиона с прошлых 4,9 миллиона. Сейчас общий запас находится на исторических максимумах 534 миллиона. И, казалось бы, разве это не та статистика, которую можно использовать для продаж? Все верно. Это тот фундамент, который стоило бы отыграть через коррекцию. Но почему мы не увидели этого снижения? На рынке есть идея, связанная с тем, что, на самом деле, ожидалось более серьезное увеличение запасов. И то, что фактическая цифра скромнее, это вроде бы как позитив. Но я не особо хочу верить в эту идею. Я допускаю то, что рынок, возможно, вошел в состояние такой локальной паузы с возможностью поднятия настроения для быков. 50 долларов за баррель по Brent, но да, серьезная величина значения пробития без какой-то фундаментальной поддержки. Было бы трудновато, собственно, этот уровень. Поэтому сейчас быки отторжествуют, поскольку появилась возможность у них для консолидации. Но я думаю то, что пока у нас быки по-прежнему верят, что сделка ОПЕК будет эффективна. И считают то, что сейчас не что иное, как разворот тренда, а не откат. Я думаю то, что медведи в этот момент просто копят силы. И, к примеру, стоит только какой-нибудь статистики. Но, к примеру, роста запасов на 9 миллионов баррель за неделю. И исторический показатель переписи его до 540 миллионов. Почему бы нет? Вот это будет уже серьезный триггер. И тогда медведи дадут о себе знать и снова вернут актив уже не просто в поддержке в 50 долларов за баррель, а ниже. Из отчетов этой недели у нас еще завтра Бекер Хьюз. Без сомнений, у нас снова прирост будет. Но, как показывает практика последних месяцев-двух, отчет Бекер Хьюз более успешно отыгрывается с большим интересом уже в понедельник. Поэтому, даже если мы завтра не увидим давление на нефть по факту роста числа нефтяных терминалов, думаю, то, что у нас будет реализация вот этого отложенного эффекта в понедельник. Подождем. Факторы, указывающие на распродажи, по-прежнему, на мой взгляд, более объективны. Я предпочитаю быть в данном случае реалистом. Не пытаться цепляться с какой-то позитив, который не имеет серьезного и должного основания. Как и раньше, рекомендации на продажу, друзья. Рубль 56.70. Ждем по бренду 50 и ждем девальвации российского валютного инструмента. Пока объяснить собственное укрепление, которое мы видим сейчас, очень трудно. И если трудно объяснить его с точки зрения нормальных, логичных, экономических выводов, я думаю, тогда не стоит сейчас обсуждать кулуарную игру, поскольку она, на мой взгляд, сейчас для нас, как для долгосрочных фундаменталистов, не очень интересна. Ясно только то, что рубль ведут к какому-то экстремуму, который станет переломным моментом, после чего, как натянутая пружина, будет, собственно, резкое инерционное движение. Не сомневаюсь в том, что это движение будет, соответственно, в районе 60. Доллар, японская иена. Мы видим то, что американская валюта в целом торгуется выше 111, но пока, так же, как и нефть не находит оснований для коррекции, у доллара нет поводов для того, чтобы продолжить восходящее движение. Хотя отчеты днем ранее, которые мы анализировали, Conference Board, это уровень доверия потребителей, безусловно, крутейшая статистика, лучшее значение с 2000 года, за последние 16 лет, даже уже больше. Параллельно с статистикой мы с вами анализируем комментарии представителей американского регулятора. Стэнли Фишер, который занимает должность вице-председателя, отметил то, что ужесточение политики – это как, скажем, стопроцентное решение, которое уже принято. И вопрос только в том, сколько ставок, точнее, сколько раз ставку поднимут до конца этого года. То, что ее поднимут не меньше двух раз, не сомневается никто, ни один из представителей американского регулятора. А вот, что касается прочих представителей, уже хочу отметить Чарльза Эванса, который проголосовал за два повышения процентной ставки. Дальше всех пошел Розенган, который считает, то, что в этом году мы сможем увидеть четыре повышения процентной ставки. Это, собственно, комментарий вчерашнего дня. И четыре повышения процентной ставки – это значит, каждое последующее заседание ФРС – это решение об ужесточении монетарной политики. И вот всем так полюбилась фраза Джанет Хеллен «Ужесточение, повышение ставки и нормализация в целом политики ДКП соответствуют последовательной постепенности». Такая вот интересная комбинация слов. Вот Розенган также считает то, что траектория ужесточения политики должна быть более острой, более кривой, поскольку ФРС уже должен предвосхищать и предотвращать риски потенциального перегрева экономики из-за роста инфляции. Вильямс, по сути, своими комментариями вчера замыкал торговую сессию. Он считает то, что есть условия основания для трех повышений еще процентной ставки до конца этого года. И, кстати, Вильямс сделал, на мой взгляд, очень интересный комментарий, поскольку он очень сильно отличается от того, что мы обычно привыкли слышать от представителей ФРС. Не помню, правда, боюсь ошибиться. Вроде бы, как у Вильямса, даже нет права голоса в ходе заседания американского регулятора. Но вот что касается комментариев, это по поводу стимулов Трампа. То, что налоговая реформа, она так обсуждается и так ожидается рынком. Но это до такой степени сложный документ, что нужно все-таки адекватно осознавать сложность проработки такого законодательного акта. Соответственно, трейдеры, которые ждут этих стимулов, им просто нужно подождать. По паре доллар-японская иена, какая у нас может быть дальнейшая идея, как мы можем торговать? Я вчера говорил, что пока не вижу серьезного изменения в краткосрочном позиционировании движения этой валютной пары. То есть трейдеры видят статистику, конечно же, слышат комментарии, жесткие комментарии. Тут без вариантов, что политика будет более высоких процентных ставок. Это вектор, который останется, продлится как минимум до конца этого года. Но американская валюта не больно активно, скажем, рада такому фундаменту и не очень старается дисконтировать это в собственную стоимость. То есть все-таки резонанс от провала реформы Трампа в Конгрессе, он еще дает о себе знать. Поэтому, друзья, с вашего позволения, я все-таки предлагаю придерживаться прежней короткой позиции по этой валютной паре. Считаю то, что пока не произойдет слома в настроении, о чем я, разумеется, вам расскажу, если это случится, можно поторговать через короткие позиции с возможностью даже закрепления пары ниже отметки 110. Это краткосрочно только. То есть ориентир на короткую торговлю. Для тех, кто давно в сделках и знает, чего хочет увидеть американцы, понимает, почему доллар позиционно будет очень слабым, нужно сохранять длинные позиции, потому что рано или поздно трейдеры переключатся все-таки от политики к экономике. А экономика, как вы знаете, это экономика более высоких процентных ставок. Евро против доллара. Европейская валюта столкнулась с распродажами. Можно было бы сказать, что это следствие политических рисков, но на самом деле нет. В частности, давление, которое было оказано на евро, вчера было связано даже не с восстановлением доллара. Хотя это тоже имело место быть. Но на рынке появились сообщения о том, что рынок весьма неадекватно оценил сопроводительное заявление, которое было сделано после того, как прошло последнее заседание Европейского центрального банка. По-моему, 9 марта оно состоялось. То есть, те тезисы, которые были озвучены, были интерпретированы неверно. И как будто бы сам Европейский центральный банк еще раз попробовал разжевать всей общественности, о чем говорилось и что подразумевалось под тем, что мы слышали. Риски для экономики по-прежнему очень значительны. Базовая инфляция находится на низких уровнях и рост индекса потребительских цен это следствие не оздоровления, а в целом потребительского сектора, не роста доходов домохозяйств, а изменения, которые произошли за последнее время на рынке энергетической конъюнктуры. Это как раз то же самое, о чем я вам говорил месяц назад и два месяца назад, подразумевая и имея в виду системные проблемы, которые для еврозоны все еще существуют. И как только был сделан акцент на то, что вы несколько пересмотрите свой подход, это в принципе заявление для всех трейдеров, которые сейчас активно скупают евро, потому что считают то, что Европейский центральный банк в одном шаге от того, чтобы выйти из программы количественного смягчения и отказаться от низких процентных ставок. Он не откажется ни от первого, ни от второго. Поэтому Европейский центральный банк будет и дальше действовать в, скажем, конве сверхмягкого экономического стимулирования. Драги об этом уже говорил неоднократно. Поэтому европейская валюта будет оставаться под давлением. Может быть ослабление, которое мы видим в последние три торговых дня, это не просто коррекция, это как раз возвращение к более оправданным ценовым рубежам и значениям. Фунт против доллара. К сожалению, здесь ничего интересного вам сказать не могу. Ну, кроме того, что официально процедура Брекзита запущена. В частности, Тереза Мэтчера подала официальное обращение на выход из состава Европейского Союза. В ходе комментариев можно было обратить внимание на исключительно примирительный тон с ее стороны. Никаких разговоров об исключительности автономии. Важности независимости нет. Тереза Мэй построила свою речь таким образом, что каждым третьим словом, которое она произносила, были лозунги, которые направлены на совместное сотрудничество, на единство и партнерство. Тереза Мэй отметила то, что Англия будет делать и она лично, все возможные, чтобы сохранить доступ к единому европейскому рынку, чтобы выторговать максимально комфортные условия для сохранения прежних торгово-партнерских связей. Если готово, нужно будет даже прыгнуть выше головы все руководство Англии для того, чтобы создать особый договор о зоне свободной торговли. Все будет исходить из интересов бизнеса. В общем, такие тезисы, которые явно не могли стать причиной серьезных распродаж. Поэтому я не советую сейчас отказываться полностью от темы, связанной с этой статьей и с Брэнзитом. Видимо, сейчас речь идет о формальностях запуска этого процесса. Какие-то фактические решения и конкретика по переговорам у нас будет ближе к концу первого полугодия, то есть к концу второго квартала. Вот тогда можно будет снова вернуться к этой теме и снова, как и раньше, поискать потенциальный негатив. Ну а сейчас нужно сфокусироваться на статистике. Завтра у нас данные по ВВП. Возможно, отчет окажется хуже. Трейдеры сейчас очень активно реагируют на статистику британского происхождения. Мы посмотрим тоже за этим релизом. Я напоминаю еще про очень слабые значения, точнее про очень высокую инфляцию, которая сейчас характерна для этого региона. И ни в коем случае не забывайте про референдум в Шотландии, который уже является решенным вопросом. Думаю, то, что давление, которое возникло на фунт, было оказано двумя днями ранее, это давление, которое просто так не затухнет. То есть есть еще и инерционный импульс, который может отправить пары с текущих значений 1,2434 ниже, может быть, даже в район наших прежних с вами целей, 1,22. В общем, я пока сохраняю короткую позицию. Доллар-франк вчера у нас вырос, достиг практически до паритета, как мы с вами и предполагали. Это были наши с вами ожидания. Считается то, что поддержку этой паре оказало локальное восстановление доллара, мне кажется, нет. Причина роста доллара-франка – это интервенции, которые были проведены Национальным банком в Швейцарии, которые, в принципе, днем ранее, до этого были обещаны швейцарским регулятором. То есть, помните, политика будет исключительно мягкой для того, чтобы снизить давление на обменный курс. И, в принципе, швейцарский регулятор начал действовать. В этом плане они, конечно же, большие молодцы, низкий им поклон, никаких, скажем, неопределенностей, никаких неожиданностей готовят рынок, проводят и влияют на курс так, как им нужно, и как, в принципе, должен влиять регулятор, который зависит, точнее, заботится об благосостоянии национальной экономики. USD-свейс, я думаю, то, что, добравшись до паритета, проложит свое восстановление. Может быть, в этот момент еще подключится и поддержка фундаментальная для доллара. То есть, по этой валютной паре по-прежнему сохраняем длинные позиции. USD-кат. Пока мы не можем закрепиться, уверенно, выше планки 1.34, но и торгуемся недалеко от этого рубежа. 1.3340 сейчас котировки. Завтра также выйдут данные по ВВП уже Канады. Жду слабых цифр и по, собственно, этой статистике, как подтверждение последних довольно скромных показателей по уроничным продажам, что вкупе с низкими значениями инфляции может все-таки аукнуться дополнительной слабостью для канадца. И, как я уже отметил, если мы с вами завтра ждем от Бекер-Хьюз очередного прироста нефтяных терминалов и платформ, это может стать еще одним дополнительным импульсом для того, чтобы отправить пару USD-кат поближе к сопротивлению 1.35. Американский фондовый рынок растет. Это хорошо. Значит, никаких конфликтов в интересах регулятора США и фондовиков нет. То есть, они действуют в унисон. Это позволяет вне с еще большей, скажем, экспрессии рассказывать вам о том, что американский фондовый рынок может быть и представляет собой сейчас самый настоящий пузырь, но схлопывать его в ближайшее время никто не собирается. По крайней мере, у нас будет еще не один с вами шанс и возможность, чтобы обновить исторические максимумы. Я предлагаю, как и раньше, спекулировать на росте американской фонды и в качестве цели отметить уровень 2450. Сейчас у нас котировки 2359 практически. Собственно, на этом все из важных отчетов сегодняшнего дня. Давайте последим за статистикой по штатам. В 15.30 у нас заявки на пособие по безработице и выдать еще годовые данные по ВВП. Возможно, это и есть те самые ризы, которые могут повысить интересы к доллару. Но, опять же, загад не бывает богат. Я бы даже при всех позитивных ожиданиях пока не стал бы закладываться под эту статистику. Считаю то, что все-таки у отчета по ВВП, насколько бы он крутым не был, может быть, не хватит еще сил, чтобы переубедить трейдеров отказаться от прошлого скепсиса, вызванного разочарованием от бездействия Трампа. Поэтому короткие позиции по-прежнему в приоритете. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо всем за внимание. Если вопросы есть, как и всегда, канал на YouTube параллельно. Не забывайте на него подписываться. Ну и оставлять лайки, большие пальцы. Буду за это вам крайне признателен. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok